Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Rescue Animals. Одинокие братик и сестренка смотрели через окно офиса, жалобными и голодными глазами, не отходя друг от друга. Два маленьких бездомных котенка, пробрались в промышленную зону в Монреале, Канада, куда часто забираются бродячие животные. Рядом было несколько сотрудников, и они сразу заметили рыжиков малыши смотрели через окно, жалобными и голодными глазами, не отходя друг от друга. Сотрудники вышли к котятам, но пугливые малыши сразу убежали в кусты. Они решили угостить котят курицей один, из них схватил кусочек, убежав обратно. Оказалось, котят уже видели неподалеку с мамой кошкой. Они единственные выжили среди своих братиков, и остались одни. Персонал решил, что котятам опасно оставаться в одиночестве, и они вызвали специалистов. Местная спасательница животных расставила по округе, гуманные ловушки, с помощью которых котят, вместе с мамой кошкой, удалось поймать. Малыши, мальчик и девочка, были удивительно близки все это время они держались вместе. Котят с мамой забрали в приют, и начали искать для них приемные семьи. Брата и сестру назвали Масала, Масала, и Чималу, Чималу. С самого начала они были очень напуганы, и спасались только объятиями друг друга. Им быстро нашли семью для передержки. Приемные родители, сразу заметили удивительно крепкую связь, между братом и сестрой. Чималу постоянно защищал свою скромную сестренку, обнимая и закрывая собой. Только со временем пугливые малыши начали раскрываться, больше интересоваться окружающим миром и общаться с опекунами. Они до сих пор стесняются людей, но зато легко находят контакт с другими кошками. Кошки, живущие у опекунов Масала и Чималу, уже привыкли к особенным малышам, и даже научили их быть более уверенными в себе. Они обожают весело играть всей кошачьей командой, носясь по дому. И главное брат и сестра постоянно вместе, и остаются неразлучны. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.